Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Овчарки спешат на помощь. Благодаря кинологической службе по горячим следам раскрыто преступление. Зажигая звезды рока, летний фестиваль рок-музыки «Родина зовет» отгремел в Анапе в День России. Строгий учет. В городе-курорте завершается подготовка к всероссийской сельскохозяйственной переписи. В Гостогаевске идет ремонт участка дороги на улице Западная. Завершить его планируют в ближайшие дни. Работы проводятся под строгим контролем заказчика городской администрации. В мэрии говорят, что в этом году уделено особое внимание ремонту дорог в сельских населенных пунктах. На некоторых участках дорожное покрытие не обновлялось с советских времен. Это улица Западная, в станице Гостогаевская. На участке 330 метров дорожники укладывают новый асфальт. За основу взяли старое покрытие. В нем заделали ямы. После этого сделается первый слой. Более толстый с крупным щебнем. Он промазывается битумом. А сверху укладывают чистовой слой потоньше. За соблюдением нормативов строго следят представители заказчика городской администрации. В соответствии с технологией работа выполняется правильно. Качество хорошее. Качество дороги складывается на чего? Первое и самое главное – это должно быть основание, которое сделано. Мы здесь сделали дорогу по уже существующему основанию. Исходя из визуального осмотра перед этим, были выполнены соответствующие работы. Здесь еще предстоит выполнить отсыпку щебнем обочин, чтобы 10-сантиметровый асфальтовый пирог не деформировался. По словам Дмитрия Сучкова, этот подрядчик хорошо себя зарекомендовал. Здесь же в Гостогаевской предприятии отремонтировало участок улицы Восточная, часть улицы Пирогова. В активе также работы в станице Благовещенская. В администрации города-курорта говорят, что в текущем году особое внимание уделяется ремонту дорог именно в сельских населенных пунктах. Ожидаемая протяженность отремонтированных участков уличной дорожной сети составит более 10 километров. В перечень объектов уличной дорожной сети включены улицы и дороги только сельских населенных пунктов муниципального образования. 10 сельских округов и хутора Чембурка, среди которых такие социально значимые, как подъезд к хутору Усатого Балка, организация дублирующего объезда улицы Мира в станице Анапской, устройство тротуаров в Виноградном сельском округе, ремонт асфальтобетонного подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту хутора Рассвет, укладка асфальтобетонного покрытия на части главной улицы поселка Пятихарки. По словам специалистов, такое дорожное покрытие прослужит более 10 лет, а может быть и больше. Для полного застывания битума необходимо около суток. Легковому автомобилю можно ехать даже по свежеуложенному покрытию, правда, без резких маневров. Хотя дорожники рекомендуют так делать только если есть острая необходимость. В остальных случаях с большим пониманием относиться к знаком, предупреждающим о дорожных работах. И в продолжение темы благоустройства. Муниципальное предприятие «Ремстрой» строит новые и ремонтирует существующие тротуары. На улице Тургенев рабочие укладывают плитку. Общая площадь составит 380 квадратных метров. Будут сделаны удобные спуски и расширена пешеходная зона. На Маяковского, участок Отозовской до Ивана Голубца, также идут благоустроительные работы. Здесь рабочие построят тротуар, уложив 440 квадратов плитки. Эти участки определены по обращениям ТОСовцев к главе курорта. В Анапе завершается подготовка к сельхозпереписи. С 1 июля по 15 августа на территории всей нашей страны пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В Анапе под сельхозперепись попадает 28 898 объектов сельской и городской местности. В том числе 28 605 личных подсобных хозяйств, 273 крестьянско-фермерских хозяйства и 20 некоммерческих объединений граждан, дачные товарищества. Как рассказали в управлении сельского хозяйства городской администрации, сформировано 62 счетных и 10 инструкторских участков. Один в городе на базе отдела статистики, 9 в сельских округах. К работе будет привлечено 72 представителя переписного персонала. Будни анапских полицейских насыщены событием. Кропотливая работа по поиску преступников не прекращается ни на минуту. Огромную помощь в оперативно-розыскных мероприятиях им оказывают четвероногие помощники – служебные собаки. В минувшие выходные благодаря такой поддержке буквально по горячим следам было раскрыто преступление. Служебный питомник работает в Анапе уже более 20 лет. За это время благодаря помощи четвероногих было раскрыто и предотвращено огромное количество правонарушений. В минувшие выходные на пульт дежурной части поступило сообщение от жителя Анапы, что в его жилище забрался злоумышленник. По данному факту незамедлительно ориентированы были наряды ППС. Также выехала на место происшествия следственная оперативная группа. По приезду был составлен объективный портрет преступника. Незамедлительно ориентированы были окружающие наряды. Вместе с оперативной группой на место преступления выдвинулась кинологическая служба. Старшина Иван Власов вместе с овчаркой Герой прибыли на место преступления в числе первых. На месте происшествия выяснилось, что злоумышленник не успел ничего похитить, поскольку вступил в борьбу с владельцем квартиры. В процессе борьбы правонарушитель оборонил на месте преступления личную вещь. Благодаря этому собака взяла след. Преследование длилось более двух километров. Преступник надеялся скрыться под покровом темноты. Но овчарка Гера не дала ему шанса. Нет ни освещения, уже темно, не видно, куда мог деться, но видно, что он далеко не убегал. Я собаку пустил на свободный поиск и нашли его под машиной лежащим. Злоумышленником оказался гражданин 1989 года рождения, который приехал в Анапу на заработки. Он дал признательные показания. За что задержанный? При каких обстоятельствах? Квартирное правительство. Признаете себя виновным? Да. Как сообщили в отделе ОМВД по городу Анапа, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса. Виновнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Экологически чистая натуральная продукция, сделанная по рецептам, которым сотни лет. Ее представили православные приходы и монастыри на специальной ярмарке, что развернулось у русских ворот. Организаторы говорят, лучше один раз посмотреть. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. Именно об этой игрушке написало стихотворение Агния Барто в середине 30-х годов прошлого столетия. Когда придумали саму игрушку, точно неизвестно, но она считается традиционной. Таких бычков делает мастер из-под Воронежа. Всего на выставке товары представили более полусотни приходов. Продукция, ну она достаточно вся, в большинстве своем делана своими как бы руками. Люди делают, выращивают сами продукцию. То есть она достаточно чистая. И если, допустим, делаются игрушки, то они делаются, ну в общем, достаточно качественные. Ну, надо, чтобы люди сами посмотрели. Православная выставка-ярмарка развернулась в Анапе впервые на неделю. В первые дни ее работы с организаторами встретился глава курорта. Храмы привозят, свою продукцию, которую делают. Они, ну, в монастырях, да, у них детей содержат, маленьких там всяких. Это храмы нашей епархии? Это епархии, они приезжают с Владивостока, Калининграда. То есть это собираются именно со всей России. Вот эти вот люди ездят, потом едут в Калининград, потом едут в Москву, Нижний Новгород. Это знаете как? Я на Томане видел там. Их порядка тысячи компаний, понимаете? Все, я понял. Сергей Сергеев дал поручение усилить охрану общественного порядка и пообещал Сергею Губскому рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества. За неделю выставку посетили сотни человек. Детский ассортимент пользовался особым вниманием. Это также старинная забава для детворы, полезна для развития мелкой моторики. Вариантов игрушек на таком или похожих принципах несколько. Их специально продают неокрашенными, чтобы у детей была возможность для собственного творчества. Также среди монастырской продукции травяные сборы, чаи, мыло и шампуни, сделанные по старинным рецептам. Некоторые из которых добываются в местных архивах и записаны от руки. Вот это мыло, 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 мыло на территории монастыря. И все, что здесь представлено, делается прямо на этом мыло. Делается как раньше, называется холодным способом. То есть ни мыло, ни варится, ни шампу, ни чего. Оно делается от нуля, то есть не вареное. Все сохранено, процесс созревания очень сложный, несколько недель, от 12 до 28 лет. По словам Надежды Мещеряковой, монастырская продукция не дороже обычной магазинной, но более натуральная. Гречневая крупа, также высушенная по старинным технологиям, расфасована по килограмму, а не по 800 граммов, как сегодня делают на заводах. А один пакет стоит 70 рублей. Организаторы говорят, что ярмарка будет работать до пятницы. Только собственные впечатления, эмоции и опыт. И, конечно, живая музыка. Она звучала в Анапе в минувшее воскресенье с главной сцены курорта. В День России молодежь встретила вторым всероссийским фестивалем рок-музыки. В лучших традициях мировых монстров рока молодежь Анапы и Краснодара бросила вызов привычной курортной жизни и встретила День России мощнейшим живым звуком. Участники второго рок-феста в Анапе – известные группы. Пуанкаре, Меломан Звук, Айрон Твист, Критикал Эйфорд, Фанки Сэндвич и Новички. Для них эта сцена и сотни зрителей – недавно еще мечта, теперь уже не предел мечтаний. За плечами чуть более полугода репетиций и пять авторских песен для альбома. Группу «Новолайф» собрали студента Анапского филиала РГСУ. Молодой запал, немного романтики и блеск в глазах. Они хотят играть рок. Мы вот это проверили сейчас. Мы тонили, что это людям нравится. Нас очень хорошо поддержал зал. И это только мотивация. С каждой минутой зрительский зал под открытым небом разогревается еще больше музыкой. Среди поклонников и молодежь, и люди старшего возраста, воспитанные на Rolling Stones, Kiss, Beach Boys. Для всех заряд позитива. Два часа взрывной энергетики. Рок-фестиваль взбодрил Анапу и стал своей фишкой в двухдневном праздничном марафоне по случаю открытия курортного сезона. В день открытия сезона в Анапе состоялся открытый фестиваль «Лето с книгой солнца в кадре». Жители и гости города посетили литературные дворики и приняли участие в необычной интерактивной программе. В парке «Ореховая роща» сотрудники анапских библиотек подготовили ряд тематических выставок. Были представлены книги для семейного и детского чтения и научно-популярная литература. Для самых любознательных читателей работали занимательные викторины и конкурсы, где каждый желающий мог проверить знания в области литературы и искусства. Книга – это очень важно с малых лет. И библиотеки, библиотекари приучают к чтению книг, к хорошей литературе. И сейчас это происходит не только в библиотеках, но и на улицах города, на площадях. На интерактивных площадках нашла отражение и тема кинематографа. Кроссворд в мире кино, лента пожеланий «Году кино», мастер-класс «Киноазбука». Театрализованную программу украсили выступления творческих коллективов домов культуры «Молодежный» и села Варваровка. А еще воздушные шары, детский смех, улыбки, лазурное небо и ласковое солнце. Она повстретила долгожданное лето, которое так интересно провести с хорошей книгой. В День России в поселке Суворов-Черкесске открыли памятник генералиссимусу Суворову, который командовал кубанским корпусом на укреплении Кавказской линии. Деньги на памятник собрали местные жители, а благородить территорию помогли предприниматели и администрации. По замыслу новый памятник должен не только увековечить память о пребывании легендарного полководца на Кубани, но и стать своеобразным центром притяжения и точкой для дальнейшего развития территории. На фотографиях все вехи строительства, подготовка пьедестала, установка самого бюста. Инициатива увековечить память о пребывании Суворова на территории нынешней Анапы появилась в сентябре минувшего года. Собралась инициативная группа. Сам бюст заказали на специализированном предприятии за 80 тысяч рублей. Все остальное жители поселка сделали своими руками. Предприятия и муниципальные власти помогали материалами и техникой. Жители посчитали, что действительно это необходимо и было бы приятно для воспитания подрастающего поколения и самим для уважения своей истории и великих людей. По мнению краеведа Валерия Валиева, автора книг по истории Анапы, установка памятника прославленному полководцу именно здесь более чем оправдана. Суворов пять раз был на Кубани. Очень много сделал для черноморского казачества, а также для обороны южных границ Российской империи. Здесь по приказу Суворова была построена линия укреплений. И одно из укреплений было в этом районе. Когда в 1843 году нужно было окружить цепью укреплений бывшей турецкой крепости, а теперь русской крепости Анапы, то вот в этом укреплении его расширили, увеличили. Из фельдшанца сделали укрепление, а затем была заложена открыта станица, которую назвали Суворова. Валерий Валиев отметил, что в Анапе появилась еще одна достопримечательность и возможность открыть гостям еще одну страницу славной истории города. В администрации данный проект называют показательным с точки зрения совместной работы жителей и местной власти. Очень приятно, конечно, что здесь сегодня очень много молодежи. Пусть эта молодежь получает здесь паспорта, пусть молодожены несут сюда цветы, пусть этот памятник объединяет всех жителей, как он объединил их, когда это все строилось. Самое главное, что это теперь такой центр притяжения для всех жителей, возле которого начнут и дальше разрастаться парковая зона. Это можно будет и в дальнейшем благоустраивать, ставить лавочки, фонари. То есть это будут дети, это старикам, где будет куда. У них до этого не было такого, была детская площадка. Поэтому сейчас планов у них громадье, поэтому будем дальше продолжать помогать. По мнению Александра Кудаева, сквер станет одной из опорных точек для развития поселка в течение будущих пяти лет. В частности, рядом выделены более полутора сотен участков под строительство для многодетных семей. На Кубани вновь прогнозируют сильные дожди и грозы. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, завтра, 16 июня, в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить. 112 – единый телефон спасения, 101 – единый номер пожарных и спасателей, 268-64-40, код города 861 – это телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи.